Так, здравствуйте, коллеги. Я немножко, я так понимаю, снижаю планку, так как переползаю с уровня высшего образования на уровень среднего образования общего. Там тоже уйма своих проблем, в общем-то, тоже решаются они совершенно по-разному или не решаются по-разному. Я работаю в Центре оценки качества образования и информационных технологий и, в общем-то, уже много лет пытаюсь победить эту историю, связанную со спецификой вообще свободного программ обеспечения и его внедрения. Ну, регион большой, там несколько цифр, школ 700, много практически, свои нюансы с региональной системой есть определенной. Из таких особенностей я бы, например, выделил то, что не было никогда особых сложностей с приобретением Windows. Ну, с до второго года, понятно, вообще его не приобрести, но, тем не менее, до сих пор он был. Поэтому, в общем-то, с этим тоже приходилось считаться. Еще одна история, это то, что достаточно много специалистов, как ни странно, которые разбираются в СПО, не боятся Linux, могут работать в школах, так или иначе. Ну, вузов много, наверное, доступность в этом смысле достаточно высокая. Ну, это вот такие особенности. Ну, в общем, долго-долго мы все это внедряли, начали, ну, во всяком случае, я движение это застал уже года с 2008, когда у нас началась конференция первая, вот эта проблема перспективы внедрения отечественных и свободных программ на всяких разных решений. Тут как раз и представители Альта Базальта к нам приезжали тоже неоднократно, мы делились опытом, много у нас тут было, иногда даже регионы участвовали. Ну, в общем-то, после 16 конференций история завершилась. Конференция, в общем-то, считается, что была последняя, наверное, себя в какой-то мере изжила, как я понял, потому что все, что можно было придумать снизу, мы уже придумали, обсмотрели, использовали, вот, а что с нами делать, сверху так и не придумали, как я понял. Ну, и развитие всей истории. В 2010 году, например, у нас одна из компаний при ВУЗе, Институт прикладной автоматизации и программирования, пытались внедрить свой проект, назвали школьный проект Linux Wizard, ну, то есть такой дистрибутив от компании, скажем так, образовательно ориентированный, внедряли вполне себе успешно, успешно потому, что у них больше 100 школ, в общем-то, на уровне 16-го года было так или иначе процессов увеличено, ну, достаточно, не по одному компьютеру имеется в виду, это так, достаточно массово, то есть история достаточно интересная, но, как видите, закрылась, вот, тоже тут много можно чего объяснять, потому что они это обыгрывали на уровне команд внедрения, состоящих принципиально, ну, в общей, большей части язык студентов, ну, и практически бесплатно для школы, и, в общем, долго так все это продержаться, наверное, не могло, оно и не продержалось, так или иначе, история существует в каком-то варианте, но уже не для школы, вот, но, тем не менее, как бы, конференция делала какие-то свои результаты, в общем, и вот после пятой конференции мы умудрились создать рабочую группу на уровне города, куда вошли представители комитета по образованию, ну, вот, центр оценки, вот, СВСК, это, соответственно, я, и ПАП, и даже ИТМО у нас был, и представители СРАСПО были, даже Ван.Хаев сегодня встретились как раз, вспомнил, что он там тоже был когда-то, ну, тем не менее, группа тоже, по факту, сейчас тоже распалась, как бы, нету. С 14 по 16 год, как раз по результатам работы группы и рекомендации этой рабочей, были организованы две площадки в городе, ну, то есть такие, наверное, как назвать, пилотные, то есть у нас это назывались опытные экспериментальные площадки, которые успешно три года внедряли у себя СПО, причем внедрение в те годы отличалось от тех площадок, которые сейчас у нас существуют, как минимум тем, что в те годы была поддержка для школ, которые это внедряют, то есть им выделялись средства от города, если школа получала этот статус, не только на материальную базу, но и на ставки, которые можно было там, либо своих, либо внешних кого-то привлекать и процесс реализовывать, то есть, в общем-то, было интересно, сейчас эта ситуация изменилась, сейчас школа получает, если в эту историю вписывается, только статус, все, внедрились, все вполне себе прошло, успешно, все, как бы, жить оказывается можно, все заработало, ну и дальше, вот, постоянно действующий семинар, это мы сейчас регулярно проходим, как бы, всевозможное бесплатное обучение, в том числе системных администраторов, отдельная головная боль, как бы, ну и сейчас существует телеграм-канал айтишников Питера, где в том числе и вопросы Linux активно изучаются, в общем, внедряли мы внедряли, перебазировали, ой, перепробовали все, что можно было перепробовать, наверное, это вот были площадки для популяризации обмен опытом, адаптированный дистрибутив от компании, ну вот, не Альт, Альт у нас как-то не пошел даже, хотя я поставлялся как ПСПО в рамках второй первой помощи, были команды внедрения, были внешние, была даже попытка внешней поддержки школ, была история попробовать это отправить на аутсорс, в общем, не особо взлетело, закончили эту историю, и рабочая группа была, причем, вроде всех заинтересованных лиц, и пилотные школы, и поддержка на уровне образования, как видите, комитет у нас часто везде участвовал, и всякие курсы, но, в общем-то, не работает. По возможностям, по результатам работы неоднократно все подтверждалось, что, в общем-то, по поводу инфраструктуры, о чем доклад, как бы, изначально планировался, большей частью, я могу четко сказать, все, что можно построить, все, из чего можно построить инфраструктуру, в СПО существует, вот все, я не знаю, что там сильно мешает, как бы, то есть всевозможные названия программ, их много, любых, строй не хочу, как бы, то есть здесь проблем нету, с образованием тоже особых проблем не случилось, то есть всевозможного прикладного софта, да более чем достаточно, на всяком случае, на уровне стандартного общего образования, нет там особых никаких проблем, с учителями, как не все бедные их не ругают, что они не хотят учиться, это тоже не было особых проблем, они очень даже лояльно относятся к переходу, они вполне себе понимают, что, зачем, где, готовы учиться, готовы точечно учиться, все работает, с детьми вообще другая история, дети вообще включают азарты, и понеслась. Им страшно интересно изучать то, что даже учителя не знают. Там такие потом истории находишь, когда разгребаешь, учителя жалуются, что что-то там не так. Начинаешь смотреть, и дети молодцы. Они освоили, что уже консолей несколько заходят. Не то, что на четыре экрана рабочих, они в разные консоли с разными логинами переключаются. Попробуй все это вылови. Разобрались, ведь молодцы, и никто их этому не учил. Никакие интерфейсы никого ни в чем не пугают. Все кнопки пуск практически одинаковые, программы все запускаются. Самые проблемные учителя берешь им ярлык, переименовываешь с того же самого Райтера на Word. Все. В принципе, проблема решалась. Проблемы с форматом Microsoft не решаемые, это отдельная головная боль. Тоже постепенно проходимые, потому что ситуация меняется. Проблема совместимости тоже не такая страшная, как и по факту оказалась. Если это растянуть на какой-то период времени, то учитывая при закупках то, что тебе надо всегда делать, что-то такое, совместимые проблемы тоже особо нет. Понятно, что самая главная беда в Linux это Windows. Нет программ, соответственно, поэтому нет внедрения Windows, нет Linux, нет программ для него. Ничего на него силы тратить. Это все хорошо. Но, как у нас часто водится, беда не приходит одна. В общем-то, это только четыре основные. Конкуренция никак не способствует нашей ситуации, в общем-то, по-моему, движению вперед, потому что, посмотрев на это, стандартная реакция у большинства народу, ну вы там пока конкурируете, а мы тут пока в Windows посидим, так как особо никто и не сгоняет. Потому что при попытке все это оценить, оказывается такая история, что, в общем-то, главная проблема всех этих массовых внедрений, а имеют смысл только они, в основном, такие основные решения, это отсутствие мотивации на всех уровнях. Ну понятно, что нет никаких у нас там сейчас для школы приказов, указов, ни на федеральных, ни на региональных уровнях, как бы, ну это ладно. Нету и проверок лицензионности софта. И получается такая интересная история, что у нас софт, который должен был стать пиратским, неожиданно стал трофейным. Используется активно дальше. Ну, стимулов тоже никаких нету, никто никуда никого не передвигает, никто никого ничего не предлагает интересного. Кстати, товарищи-энтузиасты, которых в школах много, как я говорил, тоже не всегда помогают решать все эти вопросы, иногда они начинают становиться такими некими, наоборот, стопорами, как бы, с точки зрения массовых внедрений, так как их решение оказалось самое лучшее. Вот. Конечно, страшно не хватает системных администраторов, про это везде говорят, что нужно кому-то внедрять. Их и не будет никогда хватать, потому что не воспитаешься никогда человека с такой квалификацией на такие деньги. Вот. И вообще не хватает, как ни странно, программистов. Их в образовании нет вообще, их нужно где-то брать, но тем не менее, отсутствие доработок на уровне софта, оно требует повышения квалификации. И, соответственно, раз мы не возьмем админов, придется дорабатывать софт до того уровня, чтобы те школьные товарищи, которые там есть, смогли это хоть как-то использовать. про ГИА уже тут, в общем-то, что делать все, наверное, давно знают. Ждем, если правильно угадал, 26-й у них в последних планах, по-моему, был год, что они все-таки его перепишут на Linux. Когда-нибудь, как бы, регион, свои информационные системы тоже не всегда идеальные, как бы, по поводу ориентиров. Да, нужны ориентиры школам. Не только что переходить, но и на что переходить. Ну, конечно, идеальный вариант, это когда у нас система управления образованием, но что-нибудь сама перейдет, тогда прям вообще великолепно, наверное, хотя, не знаю, поговорил с Псковым, не все так радужно, как хотелось бы, как я понял, как бы. Вот. Ну, и, конечно, дикая нехватка неких типовых решений. Пока их нету, ничего не работает. Все решения свои собственные, как бы, непонятно, чему учить, как учить, как бы. То есть, выносить нужно задачи по администрированию как угодно из школы, потому что не накопить нам столько товарищей умных. Привлекать программистов, организовать обучение именно этим типовым решением, иначе мы не справимся. Ну, вот такая картинка мне понравилась на тему того, что творится в мире СПО. Ну, понятно, где там школа, которая хочет просто учить. В общем-то, как бы. Но это не СПО, это скорее требования, которые сверху на школу сыпятся, и, как ни странно, школа видит вендорах, которые приходят в школу. Вот этого товарища, в виде говорящей рыбы, который является по факту, школа воспринимает как волонтера, который придет и в школе поможет сделать. И с другой стороны, у нас все движения начинаются только тогда, когда, в общем-то, приходится писать отчет по этому движению, за него отчитываться. Но, соответственно, как в этом мультике, какие запросы, такие отчеты. Ну, в общем-то, как бы. Ну, и что мне еще в нем понравилось, это то, что лозунг-то очень интересный, делай добро и бросай его в воду. Еще в 80-е годы что-то мне очень напоминает. Не столько вопрос, сколько просто как аналитика. Ну, спасибо за очень интересный доклад. Но, знаете, что интересно, если вы возьмете ваш слайд, что делать, и тот слайд, который что сделать, что делали, получится, что вы это все уже делали. И не по одному разу. То есть, вот сделав то, что вы предлагаете, вы просто уйдете на новый круг. Это вот, к сожалению, вы не первые, у кого подобная проблема существует. А проблема решается только так. Один вопрос, а зачем? Все правильно, работать не трогай. Вот вам незачем, понимаете, как? А так, конечно, очень интересно. Спасибо. У меня вопрос по форматам Microsoft. Вы говорили, что с форматом Microsoft вообще ничего невозможно сделать. Вот у меня вопрос, а как вы пытались что-то с ними сделать? Потому что у нас опыт абсолютно обратный. С форматом Microsoft можно что-то сделать. Когда учителя обращаются к нам и говорят, что вот у меня там презентация сделана, Microsoft работает неправильно, мы просим прислать эту презентацию, и обычно мы можем добавить в Libra, чтобы она открывалась правильно. Она начинает открываться в том же у нас, в VALTE, везде, где кто примет наши патчи. Это вот как раз особенность их закрытой части стандарта, которая не страйки, а транзишнл. Вы, наверное, можете… Какой? У них стандарт OpenOffice XML разделен на две части. Есть строгая часть, которая формализована полностью, есть транзишнл, которая убрана как бы как переходный, который не так и оставили как основную. А так там в тегах же все видно. Там есть объекты, которые завязаны на Microsoft закрытую часть. Ага, ну тогда может быть. И второе, насчет перехода регионов, что такого распоряжения нет. Ну как нет, у многих регионов на самом деле есть. Вот представитель Пскова здесь сидит, у них все переведено, у них там на открыто свободное программное испечение электронный журнал. В Москве тоже есть распоряжение всей школы на отечественном программном испечении. Есть и регионы. Во всей стране такого нет. Но вот именно вы сказали, что вообще по регионам такого нет распоряжения. Я про Питер говорил, у нас такого нету, и про регионы я тоже не знаю. В общем, этот доклад очень питерско-специфичный. Ну вообще в куларах было бы здорово поговорить, потому что поделиться есть с чем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.